4 мая исполнилось 100 лет со дня образования Северо-Кавказского военного округа, в состав которого входит и 10-й отдельный ремонтно-эвакуационный полк, расположенный в Славянске-на-Кубани. Эта круглая дата у нас была отмечена открытием памятника участникам локальных конфликтов, ремонтом восстановительных подразделений. На торжественной церемонии побывали и мы. Торжественный митинг, посвященный столетию образования Северо-Кавказского военного округа, собрал много гостей. В их числе начальник управления технического обеспечения Южного военного округа Рамзес Небиев, вице-адмирал Николай Пахомов, представители военного комиссариата Славянского района, комитет женщин и солдатских матерей, представители администрации района и депутатского корпуса. Слово для поздравления было дано Роману Синеговскому. Он отметил, что в нашем муниципалитете открывается много памятников воинам, которые во все времена являются надежной защитой мирного населения и с честью носят свои звания. Сегодня личный состав части, опираясь на славные традиции своих предшественников, постоянно совершенствует профессиональное мастерство, успешно решает поставленные задачи. Многие из вас выполняли боевые задачи в локальных войнах, в Сирии, имеют награды. От имени жителей Славянского района хочу поблагодарить вас, дорогие товарищи, за высокий профессионализм и мужество, с которыми вы отстаивали интересы родной страны. Также хочу выразить благодарность командованию офицерам за большую работу по сохранению исторической памяти, за духовное, нравственно-патриотическое воспитание нашей молодежи. Ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель, обращаясь к сегодняшним воинам-ремонтникам, отметил значимость фронта и их работ для вооружённых сил. Я хорошо помню перевод Отечественной войны, хотя таких полков и не было, но участник Сталинградской битвы от начала и до конца, 62-й армии Мечуйкова, мы обороняли Сталинград, завод, баррикада, октябрь и тракторный завод. И знаю, что такое ремонтки, танки подбитые заходили под пулями, ремонтники делали. Тогда не было этих ремонтников, но патриотизм был очень сильный, поэтому я очень рад, что наше правительство, что наше командование организовало такие полки по ремонту. Почётная миссия открыть памятник была предоставлена Роману Сенеговскому и Василию Васильевичу Вертелю. Осветил Стеллу священник Святоуспенского храма отец Максим. Этот памятник является первым и единственным памятником, посвящённым воинам-ремонтникам, павшим выполняя свой долг в локальных войнах на территории Южного военного округа. Все фамилии, которые выбиты, это все, которые вот 96-й год и сейчас, которые погибли, наши товарищи, офицеры, солдаты, сержанты. И каждый солдат должен знать, что, являясь ремонтником, он также выполняет обязанности на переднем крае, также отдаёт жизнь за свою родину. Я считаю, что это действительно большое дело. Наши бойцы отлично проявляют себя при выполнении любых задач, которые ставит перед ними командование. Лучших военнослужащих части в этот день наградили медалями. Два года подряд 10-й ремонтно-эвакуационный полк, который базируется в Славянске-на-Кубани, признавался лучшим ремонтным полком Вооружённых сил России. Без преувеличения можно сказать, что наши ремонтники – гордость страны. С этого дня всех, кто входит на территорию войсковой части, будет встречать памятник, на чёрном мраморе которого навсегда останутся имена воинов-ремонтников, павших в локальных войнах, отстаивая интересы нашей страны. Мария Климова, Георгий Калинин, программа «События».